Мир не стоит на месте. Все меняется каждый день и аквариумистика в том числе. Сегодня нам уже мало иметь аквариум с рыбками. Уже недостаточно оформить аквариум красивыми подводными растениями и мхами. Хочется пробовать все новое. Так в аквариумах появились креветки, раки и крабы. В этом видео я предлагаю посмотреть на топ-3 самых популярных краба в нашей стране. В мире науки крабов часто называют короткохвостные раки. Действительно по поведению и требованиям содержания они очень похожи. Обитают крабы не только в соленой, но и в пресной воде. Поэтому среди любителей пресноводных аквариумов так часто можно встретить крабиков. Крабы являются беспозвоночными, но зато у них есть хитиновый панцирь, карапакс, который является своего рода доспехами, то есть служит еще и защитой. Многие полагают, что краб, заточенный в хитиновый панцирь, не способен чувствовать. Но это не так. Органами чувств у краба являются разнообразные чувствительные щетинки, которые называются статоцисты. И не стоит забывать про глаза. Кстати говоря, мясо краба сегодня является достаточно дорогим удовольствием. Далеко не каждый житель нашей страны пробовал назаячего краба на вкус. Однако в России более 50 видов крабов. Но в этом видео мы не будем их готовить, а будем любоваться ими и немного поговорим об особенностях этих замечательных аквариумных жителей. Третье место по своей популярности занимает королевский леопардовый краб. Это пресноводный краб, который может обходиться без выхода на сушу. С первого взгляда на этого краба понятно, почему он так популярен. Его внешний вид бесподобен. Яркий оранжевый окрас дополняют разбросанные по всему карапаксу черные пятна. Считается, что не существует двух абсолютно одинаковых леопардовых краба. Действительно, окрас этого краба напоминает окрас леопарда. Этот аквариумный обитатель достаточно крупной длина всего краба вместе с клешнями достигает 15 сантиметров. В аквариуме его трудно не заметить, если, конечно, он не спрячется в укрытии. А в оформлении аквариума без укрытий не обойтись. Помимо грунта обязательно должны быть всевозможные коряги, укрытия из камней. Можно использовать кокосовую скорлупу, цветочные горшки и прочие гроты. Однако, все это должно находиться в аквариуме таким образом, чтобы не послужило ступенькой для выхода из аквариума. Эти крабы склонны к побегу даже по проводам, поэтому заботливые хозяева часто используют покровное стекло. Просто оформить аквариум и залить его водой недостаточно для содержания леопардового краба. Понадобится оборудование. В живой природе королевский леопардовый краб обитает в Индонезии. Температура воды здесь примерно 25-28 градусов, поэтому лучше всего установить нагреватель воды. Температуру ниже 20 градусов переносит крайне плохо. Обязательно нужна аэрация и фильтрация, плюс не забывайте о подменах воды раз в неделю. Кстати говоря, подбирая грунт, обратите внимание на то, чтобы он немного поднимал жесткость воды. ПАЖ должен быть в пределах 8. Многих интересует вопрос о том, можно ли этого краба содержать с рыбками. Однозначного ответа нет. Ведь если крабу удастся поймать рыбу, он ее однозначно съест. Тем не менее, многие аквариумисты достаточно успешно содержат этих милых созданий с рыбой, подбирая в качестве соседей быстрых и юрких рыб. Но в любом случае нужно быть готовым к тому, что выживут рыбки не все. Если говорить о сородичах, то в аквариуме не должно быть более одного самца. Обычно заводят самца и двух-трех самок. Более подробно об этих крабах, я говорю в отдельном видео. Ссылка у вас на экране. Мы идем в конструкции, но мы идем смотреть на крабов, искать крабов. Говорят, там большие крабы есть, маленькие крабы есть. В общем, сейчас мы на все это дело посмотрим. Вот он, маленький. Поймал. Маленький. Вот так он выглядит на ладони. Хочешь потрогать? А он не ледовитый? Нет, не кусается. Точно? Какой он прыгает в воду сразу. Ссылка. Ой, ты какой хорошенький. Зима, я хочу строгать. Поведение крабов в живой природе несколько отличается от того, что мы видим в своих аквариумах. Понаблюдать за крабами в их естественной среде обитания очень интересно. Как правило, большая часть крабов держится вдоль берега и не уходит на большую глубину. При этом выбирают безлюдные места или места, где люди бывают крайне редко. Самое главное – это укрытие. Точнее, большое количество укрытий не только для себя, но и для сородичей. Здесь в бетоне очень много щелей. В каждом из этих укромных уголков сидят крабы и не по одному. На руки, естественно, идти сами не хотят, боятся. Для того, чтобы поймать краба, для видео и фото приходится потрудиться. Этот вид достаточно мелкий и их клещей можно не опасаться. К вылову данный краб запрещен и на нарушителей накладывается штраф. Но аккуратно потискать можно, самое главное – не навредить. Крабики юркие и очень активные. Некоторые из них, побывав в моих руках, будто понимают, что я не представляю опасности и не хотят уходить. Крабики юркие и очень активные. Второе почетное место по своей популярности занимает радужный краб. Этот вид крабов, конечно, предпочитает соленую воду, так как в живой природе живет на берегах Тихого океана. Но в целом и пресной водой может обойтись. Тут стоит отметить, что радужный краб в воде бывает достаточно редко. Больше предпочитает сушу. Есть лишь две основные причины, когда он частично или полностью уходит под воду. Первая причина – это страх. То есть вода для этого краба является укрытием. И вторая причина – это линька, когда он скидывает свой старый хитиновый панцирь. Обратите внимание на его окрас. Данный краб насыщенно синего цвета, но встречаются и фиолетовые, а вот конечности – обычно красные или оранжевые. При этом низ тела всегда светлый. Самый настоящий триколор. Стоит отметить, что ракообразные в целом падальщики и этот краб не исключение. Но в его рационе должна преобладать растительная пища. Яблоки, груши, бананы, огурец, лист салата и многое другое является отличным кормом для радужного краба. Обустройство дома для такого краба весьма непривычное для заядлых аквариумистов. Так как большая часть оформленного пространства должно являться сушей. В качестве грунта идеально подойдет коралловая крошка, крупный песок, желателен туф, обязательно нужно использовать мхи и растения. При этом краб радужный нуждается в достаточно высокой температуре, примерно 25 градусов. Плохо переносит резкие ее колебания, плохо уживается с соседями и не важно кто это будет – улитки, рыбки или сородичи. Чаще всего в так называемых крабниках, оборудованная емкость для жизни краба, живет только один этот краб. Если и подсаживают рыбу, то только ту, которая не представляет ценности, так как краб этого вида обязательно рано или поздно ее съест. Они достаточно агрессивно относятся к любому, кто посягает на их территорию. Для разведения этих милых созданий нужна морская вода, но мало кто так заморачивается. На всякий случай скажу, что после леньки поведение краба меняется, так как он не чувствует себя защищенным. Не стоит в этот период его беспокоить. Через 2-3 дня он будет снова активным. Вот он какой маленький красавчик. Его, кстати говоря, еще называют индико-краб или краб трехцветный. Дайте, возьму на ручки, можно? Если содержать его правильно, создать ему идеальные условия, он, в принципе, может прожить 8, а то и 10 лет в аквариуме. Ну-ка, вот такой вот непоседа сидеть на руках совсем не хочет. Ну, он еще сам молодой. Не могу сказать, что он уже вырос, но по сравнению с моей ладошкой, посмотрите, он какой уже крупный. Первое почетное место занимает краб-вампир. Ужасное название, которое основано совсем не на том, что этот краб-кровопиец. Назван так лишь из-за своего необычного окраса, который, кстати говоря, может быть не только красным, но и фиолетовым. Вообще, этот интересный и последнее время популярный краб имеет и другие названия, например, дьявол. По сути, один и тот же род крабов имеет разные названия в зависимости от окраса. Стоит заметить, что он не представляет абсолютно никакой опасности не только для людей, но и для большинства аквариумных жителей. Отлично себя чувствует в пресной воде, но им обязательно необходим выход на сушу. Карапаз у этих крабов небольшой, около 2 сантиметров. Причем эти крабики легко размножаются в домашних условиях сами собой и не требуют себе какого-то специального ухода. Крабик, который сейчас у вас на экране, живет у аквамена. У него на канале есть несколько видео, посвященных этим чудесным обитателям. Так что, если вам интересен этот вид, обязательно заходите к нему на канал, посмотреть, как он обустроил под них аквариум. Склонный к побегу. По этой причине нужно предусмотреть высокий борт или крышку на аквариум с этими милыми созданиями. Чаще всего участок суши обустраивают с использованием торфа, с кокосовым субстратом и мхом с фагнумом. Обязательно нужно предусмотреть укрытие искоряк, сухие листья, кокосовые скорлупы и камней. Так краб-вампир будет себя чувствовать гораздо увереннее, ведь в случае опасности он знает, куда скрыться. В кормлении неприхотлив, всеяден. Но основной рацион – это растительная пища. Как правило, его достаточно кормить 2 или иногда 3 раза в неделю. Не забывайте о том, что крабам необходим кальций. По этой причине в рацион добавляют специальные витамины и творог. Не откажутся от рыбы, креветки, мидий, мотыля и прочей белковой пищи. Многие крабовладельцы кормят своих подопечных из маленького блюдца или тарелки. Некоторые используют в качестве столовой ракушку. Это делается для того, чтобы крабы меньше загрязняли свое место жительства и, самое главное, воду. Остатки пищи портятся и доставляют массу неудобств. Поэтому все, что крабики не съели, необходимо сразу убирать. На этом видео подошло к концу. Если у вас появились вопросы, я буду рад ответить на них в группе ВКонтакте Пар Аквариумистика. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Пар. Пар. Субтитры сделал DimaTorzok